Первые лица страны и региона оценили ход масштабной реконструкции школы в Красногорске. Премьер Михаил Мишустин, министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с визитом в Ангеловской СОЖ. К первому сентября образовательная организация кардинально преобразится. Она полностью абсолютно будет инфраструктурно обновлена. Мы меняем и кровлю, и фасады, и внутренние инженерные системы, перегородки, спортзалы, пищеблоки. И ливни, и стоки, и инфраструктурные вещи. По большому счету, считайте, что это как новое строительство с учетом того стандарта, который сегодня есть в 21 веке. Поэтому здесь работы предстоит немало. Не просто капитальный, а ремонт по президентской программе. На ее реализацию в течение пяти лет выделено 494 миллиарда рублей. Как отметили высокие гости, суть программы в том, что сохранение старых школ – защита и избережение заложенных в них традиций. Их немало сформировалось с 1963 года и в Ангеловской. Но форма важна не меньше содержания. Уверен, что заждались этого ремонта. И очень здорово, что президент с такой инициативой выступил. Мы долго это обсуждали. Выделили финансирование, которое позволит еще раз отремонтировать 7300 школ. У нас большая программа, 328 школ. И 52 из них будут готовы к 1 сентября. Это требует очень серьезной мобилизации и наших глав, и, соответственно, строителей. Поэтому мы контролируем процессы. Хочу поблагодарить родителей. Дело в том, что очень важно вовлечение родителей, учителей. В этой школе родители, учителя и сами. Ребята выбирали цвета стен, да и в целом участвовали в разработке дизайн-проекта. Юный Миша, к примеру, помог с планировкой спортивного зала и школьного стадиона. Я выбирала дизайн такой, чтобы было побольше места и больше обустроенной новой техникой. Я посмотрела, чтобы поле было ухоженное, трава была более ухоженной тоже. Поставили новые ворота, их разукрасили. Там футбольное поле? Да, футбольное поле. Ну и чтобы были еще площадки спортивные, ну, рядом с футбольным полем. Уделить пристальное внимание спортивной площадке поручил и глава Красногорска. По словам Дмитрия Владимировича Волкова, планируется включить ее в программу «Школьный стадион». В свободное от уроков время заниматься на ней спортом смогут местные жители.